Всем привет! С вами Таня Генерал, и это канал Субъективное об Америке. Угадайте с трех раз, что я делаю на опенхаусе. Это такое мероприятие, когда вы можете прийти и в помещении, которое предоставляется для свадеб, вы можете все посмотреть, попробовать, рассмотреть, как у них здесь все устроено, запланировать дату вашего будущего торжества. Что я здесь делаю? Не, ну конечно, я тоже отправляю свои запросы вселенной, но в большинстве своем мой мотив сегодня этим дождливым хьюстонским вечером приехать в Даунтаун было встретиться с одним очень интересным человеком. Кристина Балушка, девочка, которую я называю цветочной императрицей Хьюстона. Ее работы можно увидеть во многих офисных зданиях. Ее работы сейчас украшают все четыре терминала хьюстонского международного аэропорта. Ее работы известны по всей Америке и даже вне Америки. Кристина приехала сюда из Украины. Кристина говорит по-русски. И это ли не повод, чтобы пообщаться и расспросить ее, как же, черт побери, она это делает? И вот мы здесь, с этой цветочной императрицей нашего большого и прекрасного хьюстона. Кристина, спасибо вам большое, что нашли время со мной поговорить. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе для зрителей моего канала «Субъективно об Америке». Как давно вы приехали? Как вы себя здесь чувствуете? Чем занимаетесь? Я приехала 9 лет назад на наше Рождество, кстати, 7 января. И я себя прекрасно чувствую. Если бы я чувствовала непрекрасно, я бы уехала. Прекрасная страна, очень комфортная. Я делаю бумажные цветы, и я это начала делать здесь уже, будучи. Я переехала учиться моде здесь. И пока училась моде, 2 года в школе я была. И училась на модельера, и начала делать бумажные цветы. И теперь это стало бизнесом. Откуда вы приехали? Из Одессы. Одесса, мама. Одесса, привет! Я знаю, у меня много зрителей из Одессы. Кристина, расскажите, пожалуйста, в какой момент для вас просто рукоделие стало вдруг источником, что вы решили, а дай-ка я буду из этого делать бизнес, и буду делать то, что я люблю за деньги? Это был бизнес изначально. И это было рукоделие. Я делала бумажные цветы, первые цветы я делала на заказ сразу. То есть это никогда не было источник, это всегда сразу было источником дохода. И бизнес великолепно пошел сам по себе, с самого начала, то есть мне повезло. Вы помните своего первого клизера? Да, конечно, это большая компания по производству свадебных платьев. Так что главным дизайнером была моя преподавательница из школы моды. И она попросила, она сказала, Балышка, сделай нам бумажных цветов. Я говорю, ну я не знаю, что это такое. Она говорит, ты выглядишь так, что ты можешь это сделать. Я говорю, хорошо. И я за ночь их придумала. Каким образом вы продвигаете себя на местном рынке? А я, честно говоря, я делала шоу, различные шоу для свадеб, свадебные шоу здесь локально. И как-то обо мне сразу написали в нескольких журналах с первой же моей работы. Так что как-то это все органично пошло. И также, конечно, социал-медиа. Фейсбук, Инстаграм. У меня большие фоллоу. Ваш фоллоу прекрасен. Там столько всего красивого. Скажите, пожалуйста, вы помните момент, когда вы наняли первого человека, и вам пришлось вот этот волнующий момент, что то, что вы точно знаете, как должно быть, теперь надо кого-то еще научить и быть уверенным, что они сделают так же? Ну, во-первых, никто не делал цветов. То есть, как бы, каждый из моих работников имел какую-то... Я делегировала какую-то часть работы. То есть, ни один человек не делал цветы, скажем так. Они подготавливали все для меня. И нет, нет, у меня очень высокие требования, конечно же. Я очень детальный человек, требовательный. Но у меня мне попадались какие-то прекрасные люди. И я их учила, и они были молодцами, и все помогали делать. И у меня их было очень много, и очень удачно учу. Наверное, буду преподавателем когда-нибудь. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день за брендом «Балушка» сколько человек стоит? А, у меня есть несколько контрактных работников, и я бы сказала, двое людей на постоянной основе. Всего за всей этой красотой? Да, уже сейчас было 17 человек перед этим раньше. Но я уже все отработала, я наработала уже клиентуру. То есть, мне не надо так долго и упорно работать больше. То есть, это уже гораздо легче сейчас. Как на сегодняшний день выглядит традиционный рабочий день? День Кристины «Балушка» главы этой империи? Оу, нет ничего традиционного «Балушка», ничего. День может начаться на каяке, на озере. И, причем, совершенно не запланированно. День может начаться просто поездкой в горы. То есть, как бы, у меня очень непредсказуемая жизнь. Я бы сказала, что, ну, если мне надо, надо сделать цветов, то я просто просыпаюсь, делаю чашку кофе, смотрю на озеро, делаю прогулку утреннюю, потом йогой, занимаюсь йогой. И потом просто начинаю резать, заворачивать, крутить и создавать. И также очень много телефонных звонков, естественно, имейлов, социал-медиа. Очень много... Какая-то, кое-какая работа над сайтом, постоянно ведется фотосессии. Интервью, поездки, работа. То есть, у меня очень много инсталляций, которые я делаю на выезде. Очень много путешествий, самое важное. Вы обмолвались от того, что начинаете резать. Вы используете какие-то приспособления? Да, конечно. Это все вручную. Не-не-не, у меня есть режущая машина. Это начиналось вручную. Скажите, а вы работаете только на местный рынок? Или у вас есть возможность отправлять это в города и вези по Америке? Ой, не-не, у меня вообще очень мало местного рынка. То есть, в основном, моя работа, моя компания, я отправляю мои цветы по всей Америке. Мои главные клиенты это Калифорния, Нью-Йорк, Майами, то есть, Атланта. То есть, как бы, Хустон есть, это, конечно, у меня есть бы клиентура здесь. Но, в принципе, я бы могла быть где угодно. То есть, и плюс я также отправляю за пределы Америки. Вот, и два года назад я открыла филиал в Дубае. То есть, как бы у нас... Да, то есть, булочка цветы, на самом деле, можно покупать в Дубае сразу. Скажите, пожалуйста, а у вас есть какой-то утвержденный ассортимент, которому могут у вас разместить заказ? Или клиент может к вам обратиться со своей любой фантастической идеей и вы воплотите? О, и так, и так. У меня есть великолепные клиенты, которые по каталогу заказывают. И у меня есть вот просто сегодняшний клиент. Это большая компания парфюмерная в Нью-Йорке. И я делаю для них полностью дизайн открывающегося цветка, в котором будет представлен их парфюм на их первой вообще презентации этого продукта. То есть, вот это, да, вот эти выходные. Вот, пожалуйста, у вас типичный рабочий день. Вот завтра я буду этим заниматься. Мне надо, у меня приезжает один клиент завтра, я разговариваю с ней. Потом мне надо задизайнировать открывающийся цветок для бутылочки парфюма, которая уже, я посмотрела, уже доехала до моего дома. Они мне выслали экземпляр. То есть, как бы, заказываю абсолютно разные. Ну, в этом и прелесть. Как приятно видеть человека, который делает то, что любит. А у меня так не было бы по-другому. У меня была цель в моей жизни. Это было счастье и делать, что я хочу. Потому что нет смысла переживать там на работе и делать что-то, что ты не любишь. Потому что мы же работаем большую часть времени. И почему бы мне это не нравилось? Я хочу жить. Я хочу наслаждаться. И я обожаю свою работу. И на момент, когда она перестанет мне нравиться, я придумаю что-то новое. Но это всегда будет удовольствие. И поэтому работа не работа. Я вообще никогда не ощущаю. Я работала вчера, я не спала. Да, мы 18 часов подряд мы строили это все. Я не ощущаю, потому что я счастлива. Вот на сегодняшний день процентное соотношение среди ваших клиентов, частных лиц и корпораций. Как бы вы сказали? Это меняется. Но я бы сказала, корпораций больше, чем частных клиентов. А вы с кем больше любите работать? Ой, я люблю с каждым клиентом работать. У меня есть великолепная клиентка. Сейчас только что заказала два локита, которые я просто с таким удовольствием буду делать завтра. Мне обязательно нужен сортиф... Мне нужно, чтобы было, скажем так, портфолио заказов. То есть мне нужен все время и маленький клиент, мне нужен огромный клиент. Мне очень удобно иногда получать заказ там на 200 белых одинаковых цветов. Это офигенно. Потому что ты просто можешь медитировать и ты можешь выключить мозг. Но также есть вот такие заказы, как завтрашняя парфюмерная компания. Я даже не представляю, могу ли я это. Это прекрасно, это расширяет мозг. И также маленькие заказы, как мои украшения, я их просто обожаю. То есть как бы любая работа, любая. Я люблю работать вот сейчас здесь. Я люблю работать над своим сайтом. Я люблю делать фотографии моей продукции. Создавать что-то новое. Как вот эта арка. Мы вчера ее только напилили там и украстили. Дорогие друзья, с нами Кристина Балушка. Как вы видите, человек невероятного позитива и заряжающей энергией вере в себя. И напоследок, Кристина, спасибо огромное, что уделили мне время. Я знаю, очень много людей ищут себя в новой стране. Мне кажется, вы отличный пример. Что бы вы пожелали им всем? Трудиться, работать, работать, работать всегда. Не бояться ничего. Нет никаких преград. Мы сами их себе создаем. Позитив. Любите себя. И жалейте и не жалейте. То есть как бы любите, но работайте очень тяжело. И все получится. Все обязательно получится, потому что успех не измеряется банковским счетом. Успех измеряется в том, чтобы вы были счастливы каждую минуту своей жизни. И может быть вы найдете себя просто в рождении ребенка или в заведении собачки. А может быть в цветах бумажек. То есть как бы это неизвестно, но главное быть счастливым. Я вижу, у вас очень профессиональный подход. Видимо, интервью это уже даже не сотая и не тысячная. Спасибо вам большое за ваше время. Я прошу у вас тут кабуном клиенты. А вы, как обычно, далеко не выходите. Впереди еще очень много интересного. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok